Доброе утро. Доброе утро. Мы в сосновом лесу. Я пухла с арбузом. Я сегодня как медуза. И арбузу, и медузу. Все для пуза. Мы приехали, а поскольку суббота, тут встала компания, которая до ночи в глубокой бухали и орали песни арии. Доброе утро. Папа встал. Папа каждое утро пьет мед. Говорит, полезно для здоровья. Мед развелись водой. В общем, компашка вроде угомонилась. А я до четырех сидел, разбирался с картами памяти, которые у нас в этом фотике, они работают. И я слышал, что происходит. И самая шумная компания в итоге стихла. И власть все нормально. И даже легли спать. А другая компания перепились. У них начались разборки. И им начали по ходу дела предъявлять. Они орали на весь лес тут собирались. Да, ладно. Час, наверное, да. Потом они сели в тачку. Бухие, скорее всего, очень вообще в хлам. Сели в тачку, в одну. Жиг какая-то. Через этот кемпинг поехали и сигналили, короче, и уехали. Газовали тут. Не знаю, как они доехали, конечно. А другая тачка уже спокойно выехала. Но после них, вот мы вчера думали, что можно вещи оставить. Тут народ составляет. После них, через час где-то, через полчаса, заходят. Ну, я не видел, как они зашли, но я видел, как выходило два человека с фонарями через всю территорию, вот прям по диагонали. И они возле каждого лагеря что-то делали. Лучше все-таки останавливаться там, где людей нет, чем там, где людей есть. Что за морда пришло-то? Не пускай собак, а кто? Сама разбирайся. Очень хорошо, когда есть розеточка на 220 вольт в машине. Очень удобно. Особенно, когда ее можно в любой из трех прикуривателей вставить. А каша, помните, последняя. Да. Да, кашу добиваем, все. Добиваем, так все. А это что такое вольт вольт вольт? Это Маша бросила, видимо, вольт 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 вольт. Мусорит, короче. Ну, облачка есть тоже. Я всю жизнь мечтал в такой рощи поспать. Именно поспать в палатке. Так, это сделали, это сделали. Все, у нас как бы арбузы. Арбузы. Какие завтраки? Каши, арбузы. Что еще? Ягодами. Ягодами. А у вас что на завтрак? У Геши, кстати, ничего на завтрак нет. Ему миску помыли и все, ее оставили. У Геши на завтрак были свежевяленые муравьи в собственном соку. Хотя, возможно, это они хотели закусить их, не знаю. Просто по миске ползали вот эти вот животные, муравьешки. Ой. А мне кажется, что он посажрал все равно кофе. Кофе как надо крепости. Туда в последнее время пил какую-то натворимую мочу молодого ослика. Знаешь, да, муравьи сразу не приходят. Они приходят, когда еда? Нет, они приходят, ну, когда еда с собой приходят. Да, сначала они объект боятся, они первое время не подходят. Пока им не дадут команду, пока первые муравей не проверят. Потом первые муравей проверяют, можно залезать, и все начинают залезать. Они живут по братскому принципу. По принципу коммуны. Не, не. По принципу коммуны. По принципу коммуны. Первый нахуй. Да. Как черешню моет батя. Мы с Тамарой ходим парой. Вместе с Антоном вместе бегали до ближайшего деревца. Хотя тут есть туалеты. Ну как, очко же можно назвать туалетом? Это лучше, чем в первом кемпинге, но очко есть очко. Простите, люди промахиваются, лепехи повсюду, мухи повсюду. Стоишь, думаешь, как бы не взбливнуть. Ночью лучше не идти туда, не рисковать, даже с фонариком. В целом тут достаточно чисто, может почти зубы. Запашок, правда, тут стоит такой. 650 рублей за сутки. Нашли место, встали. Это нормально. В принципе, мусора по территории нет. Если это не суббота, то воскресенье, то достаточно тихо. Есть типа туалеты, ну очки, которые воняют. Но, к сожалению, пьяные компании. Ветер плюс пьяные компании равно примерно следующее. Ну, слава богу, в одном месте все здесь находится. Так, в принципе, сам по себе кемп чистый. В той зоне можно помыться, мы не ходили. Но, судя по виду, это приличнее, чем в первом кемпе. Люди стараются располагаться ближе к морю. И там вот выход в море. Редактор субтитров А.Семкин Пляжи чистят, ходят люди прям. Серьезно? Да. Вы нашли друг друга. Давай сейчас лучше жопой вот туда, чтобы развернуться. Вам здесь писал. Хорошо. Доброе утро. Нас пытались убить в прошлой ночь. Мы попали в логово мушкары и комарья. Мушкары было столько. Чтоб рассвета не было видно. У меня началась паника. Начала рыдать в палатке. В итоге Антон с папой вдвоем что-то мутили, вертели, даже успели сделать ужин. Комаров было столько, что стоял звон. Я зашла в палатку и всю палатку сверху изнутри облепили мошки. Я захожу в палатку, а тут мошек штук 10, но может быть 20. Фонарик увесил. Вокруг фонаря рукой пролел, и они все мертвые. Поужинать не смогли в итоге, потому что еще и шторм этот начинался. Мы палатку привязали к дереву, чтобы как в тот раз нас не унесло. Одну палатку привязали к другой палатке, а ту палатку привязали к машине, чтобы она не улетела. Живности тут до жопы просто. Одна живность. Пауки, цикады, комары, мошки. Вот эти все крупные просто облепили все. Сейчас покажу, что по машине что-то ползает. Пари, мошка, вот такая фигня облепляла все. Киса, ты врел ты, Киса. Папа, пошли купаться. Никакого дождя не было, бури не было. Еще и ночью эти ребята приехали. Тоже слышал? А как же не слышал. Вообще совсем глубоко в песочек заезжать не очень хорошо. Но тех, у кого не дорожники, они могут подъехать поближе к пляжу и насрать на песочек. Песок вот, так сказать, не глубоко, не глубоко, прям буквально по поясу, по поясу. Офигенный песок, просто офигенный. Уникальное место. Уникальное. Обалденно. Офигенный песок, просто офигенный песок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok